Прежде всего необходимо познакомиться с самим законом. С законом о ленд-лизе, о защите украинской демократии с помощью инструментов ленд-лиза. Это официальное название этого закона, который был проголосован в апреле двумя палатами Американского Конгресса и 9 мая был подписан президентом. Первое и самое главное положение этого закона. Этот закон предоставляет дополнительные возможности президенту Соединенных Штатов Америки передавать в долг и сдавать в аренду предметы обороны для правительства Украины или другим правительствам восточноевропейских стран. Первое и самое главное. Президент Соединенных Штатов Америки с помощью этого закона получает фактически неограниченное никем и ничем. В том числе и Конгрессом Соединенных Штатов Америки предоставлять в долг и предоставлять в аренду любые виды оружия, вооружений, боевой техники, боеприпасов и того, что называются военные материалы правительству Украины и правительствам других стран. Президент Соединенных Штатов может любую единицу техники, оружия взять и своим личным решением передать правительству Украины. Второй пункт, очень важный, он содержится во второй части, втором параграфе этого закона, раздержится пункт А и Б. Этот закон снимает ограничения, которые содержатся в акте об иностранной помощи, статья 503 Б, пункт 3. Это означает, что временной потолок выплаты, выплат каких бы они ни были, снимается вообще, согласно этому закону. То есть это может быть когда-то, через 10 лет, через 20, через 50, через 100. Этот срок не установлен вообще. То есть это означает, что, по крайней мере, в соответствии с этим законом, требование оплаты предоставляемых военных товаров Украине сейчас не установлен вообще. Пункт Б этой же секции, и это будет третий важный, содержательный пункт этого закона, закон о контроле за экспортом вооружений. Он устанавливает, что в относительно поставок Украине снимаются платежи за поставку. Тут важно пояснить. То есть платежи за лент и лист, то есть за долг, за то, что предоставляется в долг и за то, что предоставляется в аренду, распадаются на две части. Первая, то есть непосредственно оплата конкретных техник, допустим, самолетов, танков, артиллерийских орудий, грузовиков и чего бы то ни было. А также расходы, необходимые на поставку, физическую доставку этих товаров с территории Соединенных Штатов, территории Германии, территории Катары, там, где находится военная база Соединенных Штатов Америки, где находятся эти объекты, на территории Украины. Вот расходы, возможно, сопоставимые с этой цифрой, возможно, около 10%, полностью снимаются для правительства Украины, ликвидируются. Их нет. Другие требования к поставкам в долг и в аренду сохраняются в соответствии со тем законодательством Соединенных Штатов Америки. Президент может передавать полномочия по передаче этих военных товаров другим официальным лицам, которые будут назначены президентом Соединенных Штатов Америки. То есть, как это было и в 40-е годы во время Второй мировой войны, и как сейчас это частично происходит по поставкам военных товаров по другим каналам, как ТДА или USAI. Это может передаваться эти полномочия либо государственному секретарю, либо руководителю Пентагона, может быть, кому-то еще другому лицу. Ну и, наконец, шестой пункт. Для того, чтобы не только передавать эти товары Украине, но для того, чтобы передавать эти товары очень быстро, устанавливается специальная процедура, поручается претенденту в течение не более чем 60 дней с момента подписания этого закона разработать и установить ускоренные процедуры для поставок любых оборонных товаров в правительство Украины. Вот шесть важнейших пунктов, которые есть в этом законе. Необходимо послушать, что говорили, что говорят представители Конгресса Соединенных Штатов Америки, которые разрабатывали, предлагали этот законопроект, которые голосовали за него, как они комментировали. Представитель Чейни, она является конгресс-вумен, являлась конгресс-вумен в палате представителей, внесла этот проект в марте. Проект, который она внесла полностью, слово в слово, соответствует тому законопроекту, который внес сенатор Корнин 19 января 22 года, за два месяца до этого. Сама эта идея пришла к нему, глядя на то, в каком положении находилась Британия в 1939-1941 годах, когда она в одиночку, после того, как большая часть Европы была захвачена нацистами, противостояла нацистской Германии. Идея Ленд-Лиза пришла не Рузвельту, идея Ленд-Лиза пришла Черчиллю. Это он обратился к Рузвельту с предложением, каким образом можно решить эту проблему. Это Ленд-Лиз, то есть передача в аренду и передача в долг. Сенатор Дэн Кардин тоже говорил, наша задача предоставить президенту Соединенных Штатов Америки полномочия по предоставлению в долг и в аренду любых военных материалов. Более того, для того, чтобы он ускорил процесс передачи вооружения и для того, чтобы он увеличил процесс передачи вооружения, мы принимаем этот закон для поставок тяжелого вооружения, танков, самолетов, артиллерийских орудий. Для того, чтобы поставлять это оружие, никаких дополнительных бюджетных полномочий не нужно. То есть отсутствие каких-либо цифр, миллиард долларов, сто миллиардов долларов, сто миллионов, один доллар в этом законе вообще не нужно. Люди просто не понимают, потому что не прочитали этот документ и не понимают, что такое долг и что такое аренда. Этим этот закон отличается от закона All in Lease 41 года. Потому что закон All in Lease 41 года, хотя называется точно так же Land Lease, он действительно давал возможность предоставить в долг, предоставить в аренду, а также продать, а также дать в дар грантам любое военное оружие. И отчеты о работе закона All in Lease 41 года сообщают, сколько оружия, боеприпасов и прочих материалов было передано в долг, сколько было передано в аренду, сколько было продано за деньги, за наличные, сколько было передано в дар. И поэтому в том законе существовала бюджетная цифра. В первом варианте миллиард 300 миллионов долларов. Этот же закон не устанавливает требования передавать в дар и не устанавливает требования продавать за деньги. Потому что эти каналы существуют отдельно от этого закона. По этому закону только в долг и в аренду. Почему это важно? Потому что в процессе использования процедуры в долг и в аренду титул собственности, то есть права собственности на передаваемые военную технику и оборудование остаются у Соединенных Штатов Америки. Они используются в данном случае или могли бы использоваться правительством Украины, вооруженными силами Украины. Но титул собственности и права собственности на все это оружие, боевую технику, боеприпасы остаются у правительства Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в так называемом балансшите, то есть в балансе собственности, которые находятся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки, не происходит изменение позиции ни по кредиту, ни по дебету. Потому что все это оружие в том случае используется этот механизм. Вся собственность остается под контролем правительства Соединенных Штатов Америки. И даже если собственность будет повреждена, уничтожена, потеряна, захвачена, все равно это собственность правительства Соединенных Штатов Америки. И если такие вещи произойдут, то тогда будут произведены соответствующие бухгалтерские операции, которые будут говорить о том, что это оружие уничтожено, потеряно, разрушено, повреждено и так далее. Но в момент передачи от правительства Соединенных Штатов к правительству Украины права собственности остаются за правительством Соединенных Штатов Америки, и поэтому никаких цифр в этом законе нет и быть не может и не должно быть. То есть единственное требование в том случае, если выполняются все процедуры, прописанные в этом законе, которое предъявляет закон президенту Соединенных Штатов Америки, это информировать Конгресс Соединенных Штатов Америки об объемах поставок. Точка. Больше ничего. Только информирование о том, сколько поставлено. У президента США есть гораздо больше полномочий, чем даже когда он пользуется вот тем инструментом PDA, о котором мы так много говорили, и который действительно сейчас является основным инструментом поставок, тех поставок оружия Украине, которые сейчас используются. Потому что для того, чтобы передавать военную технику, оборудование, оружие по каналу PDA, президент Соединенных Штатов прежде всего должен получить разрешение Конгресса. Именно поэтому в каждом из решений Конгресса, вот вначале был законопроект о 13 миллиардов долларов, потом о 40 миллиардов долларов, потом о 12, сейчас он предлагает на следующий год 37,7 миллиарда долларов. В каждом из этих законопроектов есть соответствующая статья о потолке передачи оружия в рамках PDA, Presidential Drawdown Asserties. Почему это происходит? Потому что это то оружие, которое подается в рамках бюджетных полномочий, предоставленных Конгрессом президенту Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что все эти дницы уходят, потеряют собственность правительства Соединенных Штатов Америки и переходят в правительство Украины. И поскольку в данном случае происходит эта передача, Конгресс должен одобрить или не одобрить. Если одобрить, то в каких пределах эту передачу? Поэтому канал PDA является гораздо более сложным, более неудобным, более ограниченным для военной помощи Украине, чем канал LandLisa. Это самый элегантный закон, придуманный в интересах Украины, который на Украину не накладывает никаких ограничений, раскрывает возможности получения техники и вооружения. Более того, снимает ограничения для президента Соединенных Штатов Америки поставлять любое неограниченное количество военных материалов в страну. Здесь главным заключается желание президента США осуществлять такие действия. Обращаю внимание на то, что когда был подписан тот первый знаменитый исторический закон о Лен-Лизе 1941 года, 11 марта 1941 года, закон накладывал ограничения или требования о том, что президент должен был отчитываться каждые 90 дней, каждый квартал о том, что происходит. По истечении даже не одного квартала 90 дней, а двух с половиной месяцев на 1 июня 1941 года. Есть такой отчет, поскольку это же Соединенные Штаты, и там по итогам, соответственно, на 1 июня они приблагодарили отчет на сумму 7,7 миллиарда долларов. 7,7 миллиарда долларов в ценах 1941 года. За первые два с половиной месяца работы этого закона администрация Рузвельта передала, либо разместила заказы для помощи великобритарии в ценах сегодняшнего дня на сумму более 100 миллиардов долларов. Вот что говорит, вот показывает, когда президент хочет, когда президент считает это необходимым. Теперь мы идем в наше время и смотрим, что хочет нынешний президент. Процедура установлена. В течение 60 дней президент Соединенных Штатов Америки должен установить ускоренную процедуру передачи военной техники обороны и военной помощи Украине. Проходят эти самые 60 дней и через 60 дней журналистка встречается с пресс-секретарем тогда Министерства обороны Соединенных Штатов Америки адмиралом Кирби и спрашивает. Так, скажите, пожалуйста, вот истеклейте 60 дней, какие процедуры администрация уже приняла, каким образом она изменила эти процедуры для того, чтобы ускоренно поставлять военную помощь Украине? И дальше происходит вот на наших глазах, так сказать, игра целого ряда людей. Что отвечает Кирби? Кирби говорит, о, мы по-прежнему еще рассматриваем, что же на самом деле, что за полномочия, что за authorities даны нам и как нам с этим относиться. И как опытный специалист по информационным манипуляциям переходит сразу же на другую тему и говорит, ну, мы очень благодарны Конгрессу за то, что он так внимательно отнесся, так поддерживает Украину, так все здорово. Что он говорит? Он не отвечает на вопрос журналистки. Журналистка задает прямой вопрос. Что вы сделали и что вы собираетесь делать? И он тут же говорит, а мы еще не поняли, что нам дали. То есть, ни Кирби лично, ни президент Соединенных Штатов, ни администратор за 60 дней не разобрались в том, что им нужно сделать. Что это означает? На политическом языке, в переводе, на нормальный говорит, мы не собираемся им пользоваться. С момента подписания 9 мая этого закона о Лен-Лизе, ни президент Байден, ни секретарь Госдепа, госсекретарь Блинкен, ни министр обороны Остин, ни начальник Объединенного комитета штабов Милли, ни помощник по национальной бизнесу Соливан, ни директор Ци Руберт, ни вообще, ни Кирби, ни пресс-секретарь Джен Псаки, а теперь Жан Пьер, никто из них и никто вообще из представителей американской администрации ни разу собственноручно, инициативно не затронули вопрос обе английского. Только тогда, когда их спрашивали, и когда их спрашивали, они вот уходили таким же образом от вопроса, как уходил Кирби. О, Жан Пьер, когда ее спрашивали, ой, надо разобраться, надо посмотреть, мы еще не поглядели и так далее. Чисто бюрократические проволочки для того, чтобы не отвечать на вопрос, как они собираются, извините за такой неакадемический термин, замылить этот вопрос. Сейчас ленд-лиза нет, и это плохо, что ленд-лиза нет, потому что ленд-лиз самый большой, самый неограниченный по размерам канал поставки военной помощи. И мы видим сейчас, с одной стороны, отсутствие желания и явное намерение администрации Байндена не пользоваться этим каналом, легальным каналом, законным каналом, каналом, за который проголосовал Конгресс Соединенных Штатов Америки и поддерживают американские граждане. Поддерживают, кстати, в гораздо большем количестве, чем поддерживали ленд-лиз в 41-м году. Тогда американское общество было настроено гораздо более изоляционистки, даже в отношении помощи Великобритании, чем сегодняшнее американское общество, которое действительно желает и намеренно поддерживать Украину. Главным мотором ленд-лиза, предоставленного Британией, был премьер-министр Черчилль. Главным мотором предоставления ленд-лиза Советскому Союзу был Сталин. Первое лицо. Первое лицо работает первым лицом. Другого варианта нет. Другие люди выполняют важную помогательную роль, но главную роль выполняется первым лицом. Все ждут оружия, которое только и может защитить от этой агрессии. Я напомню, что в 41-м году, когда Британия фактически в одиночку осталась перед нацистским агрессором, соотношение военных потенциалов Германии совместно с Италией, а также со всей оккупированной Европой, промышленность которой работала на войну, вот этот весь экономический потенциал оккупированной Европы превышал экономический потенциал Великобритании в три раза. А сейчас в 10. А сейчас по самым скромным меркам накануне войны в 10 раз, а поскольку украинская экономика сократилась минимум на треть за этот год, то это, соответственно, соотношение увеличилось, то есть она составляет, наверное, 15 раз сейчас. И в тот момент президент Рузвельт понимал, что если не будет, естественно, и премьер Черчилль, и президент Рузвельт понимали, что если немедленно не будет оказана массированная помощь, военная помощь Британии, Британия падет. И более того, в своей речи, драматической речи «Мы будем драться на пляжах», Черчилль тогда сказал, он не исключал того, что придется оставить Британские острова и эвакуироваться в Канаду. Он признавал это в трагическом выступлении перед народом, говорит, у нас такая ситуация. Но тогда соотношение было 3 к 1. Сегодня соотношение между агрессором и жертвой агрессии, скорее всего, близко к 15 к 1. Но в первом случае президент Рузвельт в первые 2,5 месяца дал оружие, которое в нынешнем измерении превышает 100 миллиардов долларов. А в этой ситуации вот уже прошло 9 месяцев, и вся помощь, доставленная на территорию Украины за эти 9 месяцев, не превышает 12 миллиардов долларов. Нет оружия, воевать нечем. Нет ни средств поражения, нет ни боеприпасов. Именно поэтому украинские войска несут такие потери. Именно поэтому такие потери несет гражданское население Украины. Именно поэтому таким разрушением подвергается инфраструктура, потому что нет систем противовоздушной обороны, которые бы в рамках того же Ленин-Лиза должны были быть давно поставлены. Не было бы систем противоракетной обороны, не было бы тех самых ракет большой дальности, о которых писал ли генерал Изолужин и Забродский, которые являются действительно оружием возмездия, которое в конечном счете только и способно привести к переломному моменту в этом...